Добро пожаловать всем на наши первые занятия, из тех, которые мы будем давать в течение трех, даже четырех дней, а также есть много других ораторов, которые будут тоже давать лекции в то же самое время. Многие люди хотят семинары Тамилы, поэтому есть некоторые очень хорошие тамилы, которые приехали из Индии, чтобы давать лекции. Мы хотим поговорить здесь о бхакти-йоге, которая наша настоящая миссия, в том, чтобы стать преданными. Одно из важнейших вещей, которые мы хотим понять, это чистое преданное служение. Потому что часто люди приходят в сознание Кришны с самыми разными идеями. И мы слышали сегодня утром, на лекции Банусвами Махараджа, как люди понимают абсолютную истину самыми разными способами. Махараджа привел одну очень хорошую шлоку с Шимадбхагаватами, здесь этой песни, о том, как Кришна предстал на парцовской арене в Махараджа. И разные люди видели там Кришну различным образом. Камса приказал привести Кришну и Балараму в Матхуру на борцовское состязание. И все жители Матхуру также пришли туда, чтобы посмотреть на это зрелище. Также там были Нанда Махарадж и пастухи, которые прибыли из Вриндавана. И все они пришли посмотреть на это застязание борцов. Это было очень большое мероприятие в Матхуру. Это было очень большое мероприятие в Матхуру. И это было в специальной арене, там был специальный стадион, который был там. И этот борцовский матч должен был состояться в особом месте, который был почти как стадион. И Банусвами перечислил различные настроения людей, которые там присутствовали. Камса видел Кришну как свою воплощенную смерть. А борцы, которые собирались биться с Кришной, видели его как молнию. А женщины, которые сидели там возле арены, видели Кришну как прекрасного бога любви. Мальчики-пастушки видели Кришну как своего друга. Существует всего 12 рас отношений, которые люди могут иметь с Кришной. И 5 из них это непосредственные прямые расы, преданные. Есть еще 7 косвенных рас. В разное время, в разном месте Кришна обменивается различными взаимоотношениями с разными людьми. Науку чистого преданного служения Господь Чайтанья преподал Рупе Госвами. Вы можете видеть на картинке Рупа Госвами. Он уже был пожилым человеком, когда оставил службу мусульманского правителя. Он работал в место, которое называется Рамакели. Это прекрасное место. Много коров. Очень спокойное, красивое, зеленое место. Много деревьев. Это очень умиротворенное, спокойное место со множеством зеленых деревьев. Рупа и его братья Санатана живы там, и они там воссоздали Вриндаван. Однако их положение было очень неудачным, поскольку они работали на мусульманского правителя. Работали на людей, которые убивают коров, едят их мясо. Рупа и Санатана слышали о Господе Чайтанья Махапрабху. И они написали ему, и Господь Чайтанья пришел, чтобы встретиться с ними. И после того, как Господь Чайтанья с ними встретился, они решили, что они все оставят и последуют за Ним. Так что Рупа Госвами первым покинул дом Рупа Госвами. Санатана, как-то, у него были некоторые затруднения, и он не смог оставить все немедленно. Однако Рупа Госвами оставил все, и он распорядился своим состоянием таким образом, что половину оставил на служение Брахманам и Байшнавам. И он оставил 25% для своей семьи, и он оставил 25% для операции, которые он может иметь. и 25% он оставил себе на всякий случай. Так что Рупа Госвами, он имел много денег. Он сказал, что его денег была так огромной, что он мог подчинить воду. У него было очень большое состояние, это богатство все, это была целая лодка золота. Так что, когда он дал 25% для его семьи, это было много денег для них. Они были хорошо занимались. И когда он оставил семье 25%, это была огромная сумма. То есть, он о них очень хорошо позаботился. Рупа Госвами оставил свой дом и отправился искать Господа Чайтанью. Он слышал, что Господь Чайтанья был в Праяге. Праяга – это то место, где Ганга сливается с Ямуной. Господь Чайтанья был там. Даша Ашвамедагат – это место, который называется Даша Ашвамедагат. Он встретился с Рупой Госвами там. Он встретился с Рупой Госвами в месте, которое называется Даша Ашвамедагат. И Господь Чайтанья наставлял Рупу Госвами в течение десяти дней. Он наставлял его в науке преданного служения. И затем Господь Чайтанья сказал Рупе Госвами, а теперь ты должен отправиться во Вриндаван. И Господь Чайтанья сказал Рупе Госвами, Вриндаван – это место для твоей семьи. Это место Прабху Даттадеш. Место, данное господином Прабху. Итак, Рупа Госвами отправился во Вриндаван, и позже к нему присоединились и остальные. Во Вриндаване уже кое-кто был, уже пара Госвами туда пришли. Однако они не были в состоянии сделать там слишком много. Однако Рупа Госвами пришел туда. Потом туда пришелся Натана, и позднее к ним присоединился их племянник Джива. После того, как Господь Чайтанья покинул этот мир, туда также пришел еще Рагунадх Датт Госвами. И он развивал Вриндаван. И Господь Чайтанья тоже лично приходил во Вриндаван. Он показал им, где находится Радха-хунда. И таким образом они восстановили различные места игр Кришны. И Господь Чайтанья сказал Рупе Госвами и остальным, что они должны писать книги о сознании Кришны. Точно так же как Бхакти Сидданта Сарасвати Прабхупат тоже писал книги о сознании Кришны. Он тоже сказал своим ученикам. Он хотел, чтобы они тоже писали. И Шрила Прабхупада тоже очень серьезно принял это наставление. И одна из книг, которые написал Прабхупада, это «Нектар преданности». И он был основан на книгу, который написал Рупа Госвами, который называется «Бхакти Расамрита Синдху. Океан нектара преданности». Рупа Госвами написал разные книги. И самая знаменитая из них это Бхакти Расамрита Синдху. И все свои книги он основывает на том учении, которое он получил от Господа Чайтанья Махапрабху. Рупа и Санатан – это непосредственные прямые ученики Шри Чайтанья Махапрабху. Прежде они носили мусульманские имена – Дабиргхас и Сахар-Малик. Прежде они носили мусульманские имена – Дабиргхас и Сахар-Малик. Рупа Госвами написал очень важную книгу «Бхакти Расамрита Синдху». Когда Шрила Прабхупада был инициативен Бхакти Сидданта Сарасвати Прабхупада, в то время он был сообщен с его гуру Махараджи, что вы должны исследовать внимательно Бхакти Расамрита Синдху. Когда Шрила Прабхупада получил инициацию от своего духовного учителя Бхакти Сидданта Сарасвати Прабхупада, Прабхупада сказал ему «Ты должен очень внимательно изучить Бхакти Расамрита Синдху». Он очень хотел, чтобы была изучена эта наука о расах Кришна. Так что, получив от своего гуру Махараджа такое наставление, наш Шрила Прабхупада начал очень внимательно изучать Бхакти Расамрита Синдху. И когда он приехал в Америку, у него была возможность печатать эту книгу. Мы можем читать этот красивый письмо. Это один из письменных письменов для нашего курса Бхакти Шашри. Там есть один очень известный стих, который мы воспеваем, который обязателен к заучиванию на Бхакти Шастры. Вы изучаете Бхакти Шастры, да? Да. Нам очень нравится, когда преданные изучают Бхакти Шастры. И некоторые преданным это не нравится. Они говорят, ой, нет, нет, у меня нет времени. Однако для нас очень важно изучать книги. И Прабхупада очень любил, когда мы учили слокы. И когда Прабхупада был здесь каждый вечер, он любил путешествовать с привычками. И когда Прабхупада был с нами, он каждое утро ходил на прогулы с виданными. И когда мы с ним ходили гулять, то мы разговаривали. Прабхупада часто любил разговаривать о ващнавской философии, и он спрашивал, что это за шлока. Я помню, что в самом начале нашего движения у нас даже не было Бхагавадгиты с санскритскими стихами. Однако Прабхупада все же спрашивал, что это за шлока. Мы даже не знали, мы никогда не видели этих шлок на санскрите. Но иногда там бывали некоторые преданные из индийских семей и они знали эти шлоки, и Прабхупада говорил, о, вот это здорово. Прабхупада всегда вдохновлял нас учить шлоки. И как заучить шлоку наизусть? Вы должны регулярно её воспевать. Когда вы каждый день будете её воспевать, вы начнёте её запоминать. Это так же, как мы каждое утро воспеваем Гур Ваштакам, Гуру Ванданам, поскольку мы каждый день их повторяем, то мы всё это помним. Все эти шлоки полны духовной силы. И если вы будете их воспевать, то они также передадут вам свою духовную энергию. И вам будет легче помнить о Кришне. Повторяйте за мной. Проблема в один дом. Продолжение следует... Это... АНЯ ВИЛА СИТА СУНЬЯМ ЖЯНАНА КАРМАДЯНА ВРИТАМ АНУ КУЙЕНА КРИСНАНА СИЛАНАМ БАКТИ РУТАМА СИЛАНАМ БАКТИ РУТАМА АНЯ ВИЛА СИТА СУНЬЯМ ЖЯНА КАРМАДЯНА ВРИТАМ АНУ КУЙЕНА КРИСНАНА СИЛАНАМ БАКТИ РУТАМА СИЛАНАМ БАКТИ РУТАМА АНУ КУЙЕНА КРИСНАНА Итак, перевод этой шлоки КОВОРИТ Девоты должны постоянно служить Кришне с любовью, как Кришна хочет. Для развития преданного служения высшего уровня нужно избавиться от всех материальных желаний, отказаться от изучения философии, монизма и от кармической деятельности. Преданный должен непрестанно служить Кришне с любовью, как того хочет сам Кришна. Итак, мы должны понять, что это не является первоклассным преданным служением, Вы можете прочитать, например, третий канты Шримад-Бхагаватам, Lord Kapila's teaching to Devahuti, и Он прочитывает преданного служения в различных гунах. Итак, преданное служение в гуне «благости, страсти и невежества» и преданное служение в гуне «благости, страсти и невежества» Что же такое чистое преданное служение? Это преданное служение, которое поднимается над гунами материальной природы. Мы должны понять, что значит развивать чистое преданное служение. Здесь Рупа Госвами поясняет, что мы должны избегать всех материальных желаний. Конечно, это большая вещь. Мы думаем «Вау, у меня же столько желаний!» Как я буду без этих желаний? Но мы должны понять, что мы можем очистить эти желания. Мы не можем восстановить желания, однако мы можем контролировать их качества. Банусвами объяснил сегодня, как Шрила Вьясадев что мы должны перейти от гуны невежества, гуне и страсти, гуне благости. Итак, здесь Рупа Госвами объясняет, что чистое преданное служение означает отказ от всех материальных желаний. И мы можем это сделать, просто изменив качество наших желаний. Вместо того, чтобы желать что-то для своего тела, мы можем что-то желать для Кришны и для служения Ему. И мы можем делать это даже не задумываясь, мы не должны думать «Ой, я не могу отказаться от желаний!». Мы просто должны заниматься деятельностью Сознания Кришны. Например, сегодня утром у нас была программа. Мы пришли в храм, мы пришли в алтарную, мы воспевали молитвы и проводили тиртан. Метуласи-пуджа. Мы воспевали джапу. И потом мы делали гуру-пуджа, мы встретили деятели, мы делали гуру-пуджа. И потом мы услышали Шримад Бхагаватам. У нас вообще нет времени для материальных желаний. Мы воспевали, проводим киртан и забываем обо всем. Мы даже забываем о том, что было на завтра. Мы забываем о том, где мы остановились, в какой комнате и кто там с нами живет. Вместо этого мы были в этой большой комнате, где было 700-800 человек. Таким образом наши желания поменялись. Это исходит из самой природы преданного служения. И также Рупа Госвами говорит, что мы должны избегать философии монизма. Итак, монистическая философия. Это, в основном, философия Майавады. На самом деле философия монизма, это философия Майавады. Гьяни, те, кто практикуют гьяна-йогу, часто монизм. Мы не монисты. Монисты думают, что все едино. Все одно. И они хотят погрузиться в единство. Такое знание очень оскверняюще действует на сознание. Почему? Потому что мы думаем, что теперь я стал Богом. Я един, и я Бог. Ты Бог, и мы все Боги. Это неверная философия. И до того, как стать преданным, я прочел множество таких книг монистической философии. Они очень распространены, вы повсюду можете найти такие книги. Такая философия повсюду известна. Такое, когда я впервые пошел в храм, они спросили, «Ты знаешь, кто Бог?» Я сказал, «Да, конечно, я Бог, ты Бог, мы все Боги». И они объяснили мне, что я, конечно же, не Бог, а я слуга Бога. Поэтому мы должны оставить эту неверную философию о том, что все едино. С другой стороны, мы едины в своих желаниях. Мы хотим объединиться в своих желаниях. Мы хотим, чтобы единство преобладало над разделенностью. У нас есть хорошие программы. На пример, которая проходила вчера в Милаке. Один очень высокопоставленный член правительства пришел к нам туда. Ему очень понравилось наше движение Сознание Кришны. И он рассказал о том, как полиция в Малайзии создает единство из разделенности. Потому что в Малайзии есть разные группы людей. Больше всего мусульман преобладают. Также есть китайцы и есть индусы. Поэтому страна очень разделена. И, естественно, правительство заботится о том, чтобы в стране был мир. И они стараются создать среди людей единство. В большинстве стран это такая же политика. Как в Индии, вы тоже множество этнических групп. В Индии мы все братья. На духовной платформе существует единство, однако существует и разнообразие. Господь Чайтанья дал нам эту философию о том, что существует и единство, но также и различие. Но философия монистов заключается в том, что все едино. И любая разница – это все иллюзия. Эта философия не совсем правильная. Такое знание должно быть отброшено. Третья вещь, которую мы должны отбросить, это действие ради плодов. Это обычное утверждение в преданном служении. И мы тоже должны это удалить из нашего служения Кришне. Это преданное служение, однако это не служение высшего класса. Мы не должны думать, что служение Кришне с материальными желаниями – это чистая преданность. Мы должны посмотреть на себя и выяснить, каков же наш мотив в служении Кришне. Так что иногда, знаете, Тамал Кришна Госвами часто спрашивал у меня, «Что Вы хотите от Кришны? Что Вы хотите от нашего служения Кришне?» В то время я делал много работы, я культивировал разных людей. Мы делали программу жизни в программе. Мы пытались получить людей, чтобы стать жизненным. В то время я искал людей, которые могли бы стать пожизненными членами нашего движения. Мы проводили для них программы и старались сделать людей пожизненными членами нашего общества. Он занимался бизнесом и продавал масляные картины. И он продавал множество картин. Он продавал их преданным по всему миру. Люди приезжали в Гонконг специально, чтобы купить масляную живопись. И преданные по всему миру брали эти масляные картины и продавали их. Это тоже была своего рода Сан-Киртана. Конечно, это не настоящая Сан-Киртана. Но ее плоды использовались для служения Кришне. Я сказал Томал Ахришнамаре, что хотел бы стать как он. Я хотел бы заниматься таким бизнесом и зарабатывать много денег. Однако это большое желание результата. И такой менталитет нам тоже нужно отбросить. И затем Рупа Госвами продолжает объяснить, что мы должны делать. Он говорит, что прежде всего наше служение должно быть постоянным. Постоянно, это значит, мы все время должны служить прежним. Мы должны служить круглосуточно. Как мы даем пример конвененческий магазин. Они имеют 7-11 магазин, они всегда открыты. Каждый день. Таким должно быть и преданное служение. Оно должно быть постоянным. Оно, как вы знаете, мы то присоединяемся, то ходим. Сегодня я предан, а завтра я отдыхаю. Нет, сегодня я навещу своих старых друзей, и сегодня я не предан. Завтра я снова буду предан. Мы хотим быть осторожными. Мы каждую секунду должны быть соединены с сознанием Кришны. Рупа Госвами говорит, мы должны служить Кришне постоянно и с любовью. Так, как хочет Кришну. Не так, как мы хотим, но так, как хочет Кришну. Деводие хотят сделать для Кришны все, что угодно. Например, в Индии есть такой класс людей, они все время чистят туалеты и выносят мусор. И иногда кто-то может сказать, я брахман, я это не буду делать. Но преданые думают, что бы не понадобилось для служения Кришне, я сделаю это, я сделаю то, что потребуется. Служение Кришне, это значит делать то, что хочет Кришна. Это сложно, чтобы отказаться от своих идей, очень сложно. В начале будет так, однако по мере того, как вы становитесь более стойким, преданным, с течением времени вы сможете сосредоточиться на том, что является вашей истинной природой. В начале Кришна-кончистосового движения, некоторые люди присоединялись к нам. Например, в начале нашего движения некоторые люди присоединялись к нам. Они были очень хорошими художниками, однако они присоединились к Движению Сознания Кришны, они пришли жить в фрам, и их попросили выходить на Санкт-Киртану. Я рисую, вы знаете, и они сказали, что это нормально, просто приходите на Санкт-Киртану. И они говорили, я музыкант, я художник, я живописец. Им говорили, хорошо, идите на Санкт-Киртану. И они выходили на Санкт-Киртану, и там учились, как распространять книги Шрилы Пропопады. И так они получали некоторое очищение. И потом, они получили возможность заниматься служением, которое больше подходило их природным склонностям. Если вы поймете на некоторые храмы, как в Белгии, Радхадеш, там есть красивый храм. Например, если вы побываете в Белгии, там в Радхадеше есть замечательный, очень красивый храм. И у них там есть масляные картины, которые написаны преданными. И, similarly, в других храмах, как в Детройте или Лос-Анджелесе, there's many original oil paintings that devotees were spending all their time painting. И в Детройте, в Лос-Анджелесе тоже есть храмы, где есть такая масляная живопись. Преданные проводили очень много времени, и пока писали эти картины. Однако, сначала они занимались Санкт-Киртаной. А позднее, они уже стали художниками. Был один преданный. Он родился в России. Однако он присоединился к движению Сознания Кришны в Америке. Вы знаете, в один момент, преданные начали проповедовать в России. И этот преданный пришел по-русски, могу ли я присоединиться к ним и помочь им проповедовать в России? Но Прабхупата сказал ему, что ты художник, у тебя есть прекрасные картины с Кришной. И твои картины в наших книгах. Он сказал, что с помощью своей живописи ты проповедуешь всему миру. И он сказал ему, что с помощью своей живописи ты проповедуешь всему миру. Если ты поедешь в Россию, то ты сможешь там проповедовать всего нескольким людям. Но, по твоей картины, ты проповедуешь по всему миру. Однако, с помощью своей живописи ты проповедуешь по всему миру. И так Прабхупата вдохновил его продолжать писать картины. И так же были преданные, которые были опытными музыкантами, кто-то из них играл на гитаре, кто-то имел опыт участия в музыкальных группах. Иногда они получали предложения от различных музыкантов присоединиться к их группам. Но преданные отвечали, что я пою для Кришны и Баларама. Однако преданные отвечали, что нет, я пою для Кришны и Баларама. Например, есть один девотый, может быть, вы знаете его имя Айндра. Айндра Прабху, он был известный музыкант. Он уничтожил тело несколько лет назад. Может быть, вы знаете, был такой хороший преданный Айндра Прабху. Он был замечательным музыкантом. Он оставил тело несколько лет назад. Он был из Америки, и он был живем в Вриндаване, там делая киртана. Он сам из Америки, но он жил во Вриндаване, и там проводил киртаны. И в Вриндаване Прабхупада хотел, чтобы во Вриндаване продолжался 24-часовой киртан. Ни зимой, ни летом этот киртан не должен был восстанавливаться ни днем, ни ночью. Айндра Прабху руководил этим киртаном, организовал его и привлек туда других преданных. И он делал это служение до тех пор, пока не оставил этот мир. Но он мне сказал… В один момент он сказал, что некоторые люди пришли из музыкальной группы. И он сказал мне, что иногда люди приходили к нему в группу и говорили, «А почему ты не присоединишься к нашей группе? У тебя могло бы здорово получиться». Но он сказал, «Нет, нет, я пою для Кришны и Баларамы». Они говорили, «Наша группа вполне успешна, она очень известна, ты можешь присоединиться к нам». Он говорил, «Нет, нет, я пою для Кришны и Баларамы». И similarly also Yamuna Mataji, the lady who sings the Govinda song every morning that we hear, she was also a singer, and she sometimes would sing also in a music group, and people sometimes ask her, «Come and join us again, come and sing for us». Но она сказала, «Нет, нет, я пою для Кришны, я просто хочу служить Кришне». «Я не хочу ни имени, ни славы, ни денег». Итак, это есть примеры о настроении чистых преданных. Итак, мы должны понять различные характеристики чистого преданного служения. Есть два вида таких характеристики. Одна из них — это сварупа лакшана или сущностная характеристика. Она должна быть в преданном служении. Вторая — это татастха лакшана. Это второстепенная характеристика. Значит, она иногда есть, а иногда ее нет. То есть здесь описываются две различных характеристики. Мы будем очень часто сталкиваться с этим, изучая философию сознания Кришны. То есть, сварупа лакшана. Есть три различных характеристики, которые представлены. Они все проистекают из определения преданного служения. Первая — это ану-кулена. И первая — это ану-кулена. И затем Кришна. Ану-шиланам. Ану-шиланам. Аня-биласи-та-сумням. Кьяна-карма-дьянаврикам. Ану-кулена-кришна-ну-шиланам-бхактир-утамам. Эти три слова из второй строчки определения. Однако это основные характеристики. Мы сейчас объясним их подробнее. И татастха — это второстепенная характеристика. Аня-биласи-та-шиланам-гьяна-карма-дьянавритам. Аня-биласи-та-шиланам-гьяна-карма-дьянавритам. Мы тоже объясним подробнее. Ану-кулена — это означает «то, которое нравится». Оно должно быть приятно Кришне. Если вы изучали Бхагавад-гита, которое я надеюсь, что вы все делаете, то в 18-й главе Кришна говорит Арджуне «предайся мне». И Прабхупад в комментарии поясняет, что значит предаться. Он говорит, что у предания есть шесть характеристик. The first one is to accept everything favorable to Krishna. And the second thing is to give up everything which is not favorable to Krishna. So this is important for us to meditate like this, to think, first of all, what is pleasing to Krishna. One devotee was making dresses for the deities. And she got the idea. She thought, you know, when she was making Krishna's shirt, she thought, I will put a pocket on Krishna's shirt. And I'll put sweet bulbs in his pocket for him. And he got the idea. And when he made for Krishna a bag, he made a bag and put sweet bulbs in him. Prabhupada told her, this is not how we offer sweets to Krishna. Prabhupada told her, this is not how we offer sweets to Krishna. He told her, we make our offerings, we put a plate on the altar in front of Krishna. He told her, don't speculate about how to serve Krishna. We have to serve Krishna as we are instructed by the authorities. Our service to Krishna must be done following the mood of the Acharya. So, how to know what is pleasing to Krishna? We have to hear from people who know Krishna. The spiritual teachers, the Acharyas, they know Krishna and they guide us how we can please Krishna. So, first thing is pleasing to Krishna. And the second point is, it should be done with the intention to please Krishna. So, when we are doing service, that our intention, our purpose, that we want to please Krishna. То есть когда мы выполняем служение, то нашим намерением и нашей целью должно быть желание удовлетворить Кришну. что-то, удовлетворяя Кришну, и вы можете думать, ой, я не знаю, я не хочу это делать, но я в любом случае делаю это для Кришны. Я хочу, чтобы эта Кришне понравилась, но мне это не нравится. Если мы размышляем так, то это не чистое преданное служение. Например, вы можете кому-то сказать, выходи на Сан-Киртану, воспевай и выходи на Сан-Киртану. Ой, я не знаю, зачем он мне это сказал, я не хочу уйти на Сан-Киртану. Если мы пойдем в таком состоянии, то это не преданность. Мы должны удовлетворять Кришну. Поэтому отношение, с которым мы выполняем преданное служение, очень важно. То есть настроение должно быть таким, я хочу выполнять это служение для того, чтобы Кришне оно понравилось. Это Анукойена. Это анукойена. И затем мы говорим, что Анукойена Кришна, это должно быть в отношении к Кришне. Следующее, Анукойена Кришна, то есть относящейся Кришне. Так что мы имеем в виду? Когда мы говорим Кришна, кто мы имеем? Какие Кришне? Потому что Кришне у Кришны множество разных форм. У него столько инкарнаций. Как мы слышали сегодня утром, он проявлялся в различных формах жизни. Он появлялся среди богов, как Ваманадев. И среди людей, он приходил как Кришна и Рама. Он приходил среди животных, как Господь Вараха. И среди рыб, он приходил как Мацья. Он появлялся во множестве форм жизни. И когда мы говорим Кришна, что мы имеем в виду? И как Прабхупада объясняет нам во введении к этой книге, что когда мы говорим Кришна, то имеем в виду и все его экспансии. И не только его экспансии, но и все его чистые преданные тоже имеются в виду. Например, как Шрила Прабхупада, мы поклоняемся ему, поскольку он является представителем Кришны. И так же Ачарья. Их появление и ухода. Они все связаны с Кришной. Они все связаны с Кришной. И затем Ану Шиланам. Ану. Просто Ану Радха. Ану означает следовать регулярно, постоянно. вовлеченным вовлеченным в служение Кришне. И Шиланам. И Шиланам. Это значит поведение. И Шиланам. Так что это объясняет важность поведения преданного. Поведение должно быть правильным и соответствующим характеристикам поведения преданного. Шрила Прабхупада был на телевидении в Америке. и у него спросили, как можно распознать преданного Кришны. Прабхупада сказал, он должен быть настоящим джентльменом. Прабхупада всегда подчеркивал, что поведение преданного должно быть приятно людям. Так что поведение является важным аспектом преданного служения. Прабхупада пишет, что в этой связи Шрила Рупа Госвами использует конкретные слова «анушилана», что означает, что мы должны культивировать в себе следование нашим предшествующим ачарьям. Прабхупада пишет, что в этой связи Шрила Рупа Госвами использует конкретные слова «анушилана», что означает, что мы должны культивировать в себе следование нашим предшествующим ачарьям. Следование по стопам ачарьям, иногда мы называем себя Прабхупада-ануга, то есть последователи Прабхупады, Прабхупада говорит о слове Шрила Рупа Госвами «анушилана». Прабхупада говорит о слове Шрила Рупа Госвами «анушилана». Прабхупада говорит о слове Шрила Рупа Госвами «анушилана». Прабхупада очень беспокоился о том, чтобы все были вовлечены в какую-либо деятельность. Однажды в одном из храмов Прабхупада спросил Президента храма «а что делает эта женщина?» Какое служение она выполняет? Президент Храма сказал, что у нее весь день занимает повторение шестнадцати кругов Махамантры. Но Прабхупада сказал, что у каждого должна быть какая-то деятельность, каждый должен быть вовлечен в какое-то служение. Прабхупада хотел, чтобы мы были задействованы в каком-либо служении. Иногда он писал Президентам Храмов «каждый должен заниматься Сан-Киртаной». Храмы будут пусты, если все уйдут на Сан-Киртану и там будут целый день. Вот так мы начинали наше движение Сознание Кришны. Прабхупада всегда хотел знать, что мы делаем. Сколько книг мы распространили? Сколько преданных мы привели? Прабхупада хотел видеть результаты нашей деятельности. Прабхупада, когда он пришел, когда он пришел к нам, он хотел активистов. Мы должны навещать программы для него. Он никогда не хотел сделать такое, я просто посижу и почитаю мантру. Он хотел выходить на проповеди. Он хотел, чтобы к нему приходили люди для проповеди, чтобы он проповедовал нам. И он хотел, чтобы мы к нему приводили важных людей. И в этом способе Шрилу Прабхупада был заниматься и показывал нам, как нам нужно заниматься Сознанием Кришны. Я думаю, что это будет поздно. Сколько времени сейчас? Сейчас у нас должен быть какой-то перерыв. Это... 9.45 до 11.30. Какое время сейчас? 11.30. 11.05. А? Я могу продолжить? Хорошо? 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 Да. Я могу поговорить больше о слове «Анушиланам». Это было взятое из журнала «Назад Богу», который был опубликован в 1960. «Анушиланам» означает, что человек должен служить Господу без всяких перерывов. То есть вы постоянно, всегда должны быть этим заняты. Хорошо? Вы сходите на Сан-Киртан, вы вернулись из Сан-Киртана, и вы поклоняетесь Божествам. И потом у вас Киртан. Потом у вас Киртан. Потом у вас Киртан. Потом у вас Киртан. Потом Класс. Таким образом вы всегда заняты этой деятельностью. Прабхупат сказал, «He must be engaged in the service, set per cent, and always». Прабхупат сказал, что каждый должен быть вовлечен в служение на 100% постоянно. There must not be any interruption in such progress of devotional service. Не должно быть никаких перерывов в нашем прогрессе перед новослужением. So this is the understanding of this word Anushilana. Constant engagement, fully active. So we can understand, pure devotional service is not such an easy thing. We have to understand, that pure devotional service is not such an easy thing. There is a lot of dedication and absorption. It is a total commitment to the service of Krishna. So this is Swarupa Lakshana. It means always present. Here you can see again. Anukuyena Krishnanu Shilanam Bhakti Duttama. The definition of a pure devotee, as given by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, can be summarized thus. His service is favorable and is always in relation to Krishna. The definition of pure devotee, as given by Rupa Goswami, which I think Bhakti Rasamrita Sindhu, will be brought to the point of the purpose of Krishna. His service should like Krishna and always be connected with him. So we have highlighted, we have underlined these words which are very crucial in this point. First of all, his service. There must be some activity there. We want to know, what are you doing for Krishna. It must be favorable. It means must be approved by the Acharya. And then always. And then always. Not just sometimes, but always. And in relation to Krishna. And Krishna means also Krishna's devotees, and Krishna's expansions, and Krishna's different incarnations. It's very important for us to get the clear picture of what is pure devotional service. And we have to be, we have to be free of the modes of nature. we have to be free of the impulse of nature. Ok. Let's see. Субтитры создавал DimaTorzok Анукульена значит Кришна должен получать от этого удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok Анатолий, который выполняет преданное служение, должен находиться в правильном настроении. Он должен хотеть удовлетворить Кришну. Например, Камса хотел убить Кришну. Камса всегда думал о Кришне. Однако он думал о том, как бы убить его. Такое настроение Кришне неприятно. Иногда демоны приходили и хотели сражаться с Кришной. Иногда появлялись демоны, которые хотели сразиться с Кришной. И Кришна тоже наслаждался с ними. Например, мы знаем, что Хиранья Кашипу и Хираньякша были двумя привратниками, Джаи и Виджаи. Они приняли рождение для того, чтобы сразиться с Кришной. И Вишну нравилось сражаться с Кришной. Однако их отношение к Кришне не было хорошим. Итак, то слово Кришна означает Кришна и все его экспансии. И также мы говорили Кришна парафеналии Кришны. Например, Прабхупада, когда видел, что Мриданга лежит на полу, ругал за это преданных. Если вы положите Мридангу на полу, то Прабхупада говорила, что вы не должны так делать. Нужно, чтобы она лежала выше. И то же самое с каратанами. И книги. Все различные предметы, которые мы используем для поклонения Кришне, не должны лежать на полу. Даже лакшми, деньги, мы не можем класть на полу. Потому что мы используем лакшми для служения Кришне. Поэтому мы должны внимательно относиться к этому. как мы с ними взаимодействуем. с их фотографиями и так далее. Мы должны выражать уважение всем таким вещам. Анушиланам значит постоянная деятельность. И это значит, что мы должны следовать предшествующим ачариям. Активисты должны быть там. И мы получаем инспирацию для активистов, то есть должна быть какая-то деятельность. И вдохновение для деятельности мы получаем, слушая о том, что делали наши ачариям. Мы наслаждаемся слушая о деятельности ачарьев в нашей линии ученической приемственности. Слушать о небых жизни – это то же самое, что слушать о выграх Кришны. Для нас очень важно постоянно быть вовлеченными в такую деятельность. Но в то же самое время следовать ачариям – это не значит подражать им. Некоторые пытаются имитировать Шрилу Прабхупаду. Некоторые думают, вот Прабхупада поехал в Америку на корабле, я тоже поеду туда на корабле. Прабхупада поехал без денег, я тоже поеду без денег. Поэтому вы таким образом и подражаете Прабхупаде, однако вы не получите такой же результат. То есть мы должны следовать примеру наших ачарьев, но не подражать им. Мы должны понять, каков подходящий метод для следования ачарьям. Так что Шрилу Прабхупада и наши ачарья давали нам наставления. Рупа Госвами и Санатана Госвами писали для нас наставления. Рупа Госвами также написал упадеш амрита, то есть нектар наставлений. Нектар наставлений более длинный, там больше шлоп и комментарий. Однако в нектаре наставлений всего одиннадцать шлоп. Однако Он ведет нас от самого начала процесса преданного служения к Его вершинам. И все эти стихи дают нам постепенно множество наставлений. Поэтому для нас важно слушать об этих ачарях. Итак, мы говорили о сварупа лакшана, то есть об основных характеристиках. А теперь мы переходим к дополнительным характеристикам. Татастха. Но перед тем, как мы перейдем к этому пункту, мы ответим на вопросы. У вас есть какие-то вопросы о том, что мы сейчас говорили? Да, Прабу, пожалуйста. Как всегда оставаться в процессе служения. В определении сказано, что мы должны служить постоянно. И вы не могли бы объяснить это подробнее? Мы должны понимать, как нам применить этот принцип, быть всегда вовлеченными в служение Кришне. Мы должны понимать, что постоянная деятельность – это значит также выполнять все обязанности, которые у нас есть. И Прабхупада говорил, что преданные никогда не пренебрегают своими повседневными обязанностями. Они также являются частью его преданного служения. Например, у вас есть работа, семья, вы должны о них заботиться. Для Кришна. Девотеи работают в офисе, или они могут работают в магазине, или в магазине. Но они делают это для Кришны. Нужно работать для Кришны. Преданный может работать в офисе, на заводе, но он должен работать для Кришны, где бы он ни был. В одном из комментариях Прабхупада говорит, что преданный может работать в офисе или на заводе. Однако, если он отдает плоды своего труда Кришне, то можно считать, что он находится в отреченном укладе жизни. Это и есть настоящий отреченный уклад жизни. Потому что они не привязаны к тому, что делают. Они делают это для Кришны. Прабхупада сказал преданным, которые только пришли в сознание Кришны. Прабхупада говорит, что должны работать, поддерживать наши общества. Когда они получили работу, то некоторые получили работу на сигаретной фабрике. Прабхупада сказал, «Нет, нет, так делать нельзя». Он сказал, «Наши преданные не должны работать на сигаретной фабрике». Существуют определенные критерии того, что мы должны делать и чего не должны. Мы постоянно должны думать о Кришне. И если у нас есть работа, то мы должны думать о ней как о служении Кришне. И забота о своей семье – это тоже служение Кришне. Вы должны видеть ваших членов семьи в связи с Кришной. Таким образом, постоянная вовлеченность вполне возможно. И постоянная вовлеченность не означает, что вы не должны спать ночью. Мы должны отдыхать для того, чтобы наше тело было готово к служению Кришне. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Не надо спать слишком много или слишком мало». Шрила Прабхупада говорил преданным, «Сколько они должны спать». «Некоторые спят больше, а некоторым нужно меньше». Это же касается и еды. Некоторым нужно больше есть, а другим меньше. Мы должны поддерживать свое тело. Это не значит, что мы должны не есть, не спать. Но мы спали, чтобы мы можем сделать больше служения для Кришны. Конечно, мы едим только Кришна Прасада. И мы едим достаточно, чтобы держать тело в здоровом состоянии для служения Кришне. Поэтому преданное служение очень практично. Постоянная вовлеченность в служение Кришне. И так, еда, солнце, вокупление, оборона, и иногда отношения тоже должны быть для того, чтобы привести своих детей в сознание Кришны. И также должны быть какие-то перерывы. И также нам иногда нужен отдых для того, чтобы лучше контролировать ум. Прабхупада любил ходить утром на прогулки. Прабхупада ходил на прогулки в разные парки и гулял там. И это совсем не майя ходить на прогулки. Это совсем не майя ходить на прогулки. Но сегодня утром нам сказали, лучше воспевать внутри, не ходите на прогулки. Но если мы идем вместе с преданными, в компании других преданных, это защитит вас. Однако если вы идете туда в компании других преданных, это вас защитит. Например, во Вриндаване Прабхупада говорил преданным, не ходите по Вриндавану в одиночку. Но если вы пойдете с группой преданных, хорошо, вы можете пойти и посетить различные места. То есть нам нужен отдых или деятельность, нет никаких запретов в отношении этих вещей. Конечно, мы не ходим поиграть в гольф. Однако вы можете поплавать, если хотите. Господь Чайтанья обычно плавал в ганге. Плавание – это ведический вид спорта. Так же мы сегодня утром говорили о том, как Кришна боролся. Поэтому борьба – это ведический вид спорта. Но будьте внимательны. Так что некоторые вещи, некоторые активы, мы должны быть вовлечены в служение Кришне. Мы должны быть вовлечены в служение Кришне. И нам нужна деятельность. Когда-то вы работаете, когда-то вы идете по магазинам, чтобы купить что-то для служения Кришне. Однако мы должны все это делать в Сознании Кришне. В Сознании Кришне. Мы всегда в Сознании Кришне и всегда несем Его послание, куда бы мы ни пошли. Махатма Прабху был с нами в Пенанге. Махатма Прабху был с нами в Махатма Прабху. И он говорил, что он пытался понять, почему Шрила Джайпатака Махараджа был так успешен в распространении Кришне. И вот он говорил мне, я всегда старался понять, почему Джайпатака с вами Махараджа настолько успешен в распространении Сознания Кришне. И он сделал такое наблюдение, куда бы Махарадж ни пошел и чем бы ни занимался, он всегда всем давал Сознание Кришне. где бы он ни находился, в больнице, в палате, в клинике, он всегда думал, что он пытался давать Бхагавад-гитас и пытался давать какую-то Кришне Сознание к людям. где бы он ни находился, в больнице, в палате, в клинике, он всегда раздавал людям Сознание Кришне. Это замечательное качество чистого введенного. Он всегда думал о том, как бы дать Кришну. И куда бы он ни пошел, люди везде воспевали Харе Кришне с ним. Это и есть постоянная вовлеченность. Хорошо. Еще есть вопросы? Еще вопрос. Маша, Махарадж, если он с ним не помогает, даже если он не помогает нам, он делает то, что я хочу, чтобы Кришна это помогает, как мы делаем что-то для кто-то, Иногда я выполняю какое-то служение для Кришны, но оно мне не нравится. Но я делаю это для того, чтобы удовлетворить Кришну, точно так же, как иногда мы что-то делаем для того, чтобы удовлетворить других людей, но нам это не нравится. Можем ли Вы так делать? Нет. И это не чистое преданное служение, потому что отношение должно быть таким, что Вы хотите удовлетворить Кришну. Но если Вы это делаете только потому, что Вам кто-то сказал, и Вы это делаете из-под палки, нехотя, то такое отношение не понравится Кришне. Мы должны понять, что для нас очень важно удовлетворять Кришну. Отношение должно быть такое, чтобы в нем было любовное чувство к Кришне. Если это нравится Кришне, то мы должны быть счастливы это делать. И мы должны осознать свои недостатки, то есть увидеть, что мы не получаем удовольствие от этой деятельности. Мы понимаем? Вам понятно? Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Есть еще вопросы? Мата Чжи. Еще вопросы, Мата Чжи? Еще вопросы, Мата Чжи? Говорите, что он все время должен заниматься служением Кришне. Но вот я по причине возраста вынуждена была прекратить свое служение в храме, и сейчас служу только дома. Это нормально. Потому что у нее проблемы с ногой, да? Да, хорошо. Иногда бывают такие сложные ситуации, но что же поделать? Так что, конечно, иногда, если вы относитесь к авторитетам и объясните им, что вы имеете ввиду вашего здоровья, то они могут помочь вам. Если вы обратитесь к вашим авторитетам и объясните им, что по причине здоровья вы не можете что-то делать, возможно, они вам помогут. Может быть, из-за больной ноги вам сложно добраться до храма? Может быть, кто-то вас может привозить в храм. Может быть, кто-то вас может привозить в храм. Мой сын переехал, и мне сейчас трудно добираться до храма. Но к вам могут прийти из храма и забрать вас. Но я живу очень далеко. Мой сын переехал. Да, вы можете служить дома. Может быть, вы можете служить по интернету. Многие преданные так делают, некоторые вообще сейчас работают дома, а не в офисе. Может быть, вы можете выполнять ваше преданное служение дома. У нас был один преданный в Вриндаване. У него был один преданный в Вриндаване. Его имя был Вибу Чайтанья. Так что он стал преданным, когда мы открыли храм в Вриндаване, в 1972-1973 годах. Его служение было готовить Божеством. И он готовил все подношения. Каждый день. Он готовил каждый день в кухне. И он делал это в течение многих лет. Но потом с возрастом ему стало трудно долго стоять. Так что ему дали другое служение. И он раздавал чаринамрита. Люди в Вриндаване приехали в храм, видели Дети. И они приходили, и он поставил чаринамрита в свои руки. Люди приходили из Вриндавана в храм, посмотреть на Божества, и он всем раздавал по капле чаринамрита. И после чаринамриты он мыл им руки водой. И потом он тоже вытирал руки. И так же он делал служение. И он делал это каждый день. Он делал это до тех пор, пока не оставил тело. Так что его самадхи в Вриндаване. Он нашел какое-то служение, которое он смог выполнять. Если вы не можете идти к храму, нужно найти какой-то способ, чтобы вы могли выполнять какое-то служение. То есть вы не можете ходить в храм, они могут вам найти служение, которое вы сможете выполнять дома. Может быть вы организуете группу онлайн и будете там читать книги про Пупады и обсуждать их. Многие люди находятся в вашем положении и не могут приходить в храм. Однако они могут читать книги дома. Поэтому вы можете организовать людей, которые с вами каждый день читали бы книги. И рассказывать им о Кришне. Это будет очень хорошо. Вы должны найти другой путь для служения Кришне. Я уверен, что существует множество других вещей, которые вы могли бы делать для Кришны. Но если вы живете в Кланге, то есть там много людей. Вы можете позвать их к себе домой. И организовать с ними программы. И организовать детские классы. Вы можете позвать к себе детей, чтобы они приходили организовать детские классы. То есть существуют разные способы служения Кришне. Постарайтесь сохранить активность. Постарайтесь сохранить активность. Угу. Так что вы должны обдумать, что вам делать и как. Даже если вы не можете ходить, вы можете взять кресло и сидеть. Вы можете просто сидеть в кресле и показывать людям книги Прабхупады. Если возле вашего дома есть какой-то храм, можно пойти туда и там сидеть. Вы можете быть рядом с храмом. Вы можете подумать, что вы можете делать для того, чтобы послужить Кришне. Служение Кришне – это жизнь преданных. Поэтому вы можете подумать, как я могу послужить, что я могу сделать. И Кришна поможет вам. Да, Прабхуп? Матаджи очень известна в Сингапуре. Она очень хорошо готовит и записала несколько кулинарных видео. Продолжайте и дальше это делать. Выкладывайте короткие видео, чтобы показывать людям, как готовить. В Сингапуре ее очень ценят. Хорошо. Очень хорошо. Я думаю, мы можем остановиться здесь. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Праздни, dokładаю с staan. Харе Кришна. Звучит проще. Спасибо.